Хорошие люди, скажите в нашу ей, чего я прошу, если купить. Эй, Донки-ди-дон, Донки-дон, Донки-дон. Кошать!!! Донки-ди-дон, Донки-дон, Донки-дон, Донки-дон. Да кто же женщина? А, это ты, да? Не, я не понял! Почему учишься? Что за времена сразу я? Что за своим голосом знаешь же надо петь? Нет! ПЕЕТ В большом театре? ПЕет! А я вот, мужики, мечтаю столько, представлять чемпионат по футболу Великого Советского Родного. Вы, сборная Россия, а я ваш трек, и я подхожу к вам и говорю, ребята, все зависит от вас, ну давайте работаем, ручками, ножками, раз, два, три. Оле, 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 оле. Требовать! Ну хоть ты замолчи! Хорошо, я замолчу, но вместо меня будет говорить. Оружие! Сейчас вы услышите песню этого пистолетов! И я в воде! А я вам напоминаю, как в команды большой КГР попадают. Ну так туда сберут самых весёлых, самых находчивых, самых... Ну и как их отбирают? Все очень просто. Морской бой, помните? Вот представьте, вы втроём, три молодые начинающие команды. А я, Александр Васильевич, команды готовы? Поехали! Дя-га-га-га-га. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, ты теперь у нас изъезда. А вот скажи, ты знаешь, что такое спелсная болезнь? Возьми, я тоже расскажу. АПЛОДИСМЕНТЫ Пацаны! Пацаны! Неправда это всё! Враньё, пацаны! Я ж тут пустое место нашёл! АПЛОДИСМЕНТЫ Выдержи! Мы сейчас! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Каждый день на меня падают! Всё обнять хотел! Маньяк весь снаряд помял! Патрон, ты-то как Новый год провела! Бой не спрашивай! Все мужики, сволочи! Вот я две недели с лейтенантом прожила! Он меня у прапорщика обил! Прапорщика, у меня! Два дня по морозу связанные тащил! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Меня! Давид, поиск, шмуклер купил! Дача, а квартирка маленькая! Я не помещаю! Ужас! Так вы представляете! Меня! Открыли! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Фонарики снег забыли! Засмелимся мы здесь! Затпить дать! Да не трясись ты, как тополь после ключики! Не боись! Вы, для меня, взяли тебя и рамки! Шешки подоряли! Главное, чтобы сволки! Вот! И мой хозяин тоже! Метки так быстрые! Все время в десятку попадает! Все время в десятку! Но иногда они в девятое отделение забирают! А мой хозяин взял и выкинул шутку! Зачем? А ты мужчина такой, не за классный ряда! Иди, иди, иди! А у моего повара печь не торчит! Травами буду! Плывай! А я всю ночь буду делать! Да! Под меня! С другу! Подарок положили! Где у вас людей было? Выпили! Накустили! Пооденали! Выпили! Сидели там что! Выпили! Президент запущен! Гарманская! А у тебя чё? А хозяин и чё мужика как раз взял? Мы с тюльной двой болтали! Плак! Говорю! Все подеру! Голова мать! Сидели там! Сидели там! Сидели там! Поза ты на меня вешал! Шивый! 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 Упил что ли? Да! Ко мне тоже ёжик всю ночь приставал! А ты? Да ну его! Шивый! А я всю ночь рядом с роскошным фитусом Прозояло! Ну вот! А он мне всё! И землю дадите к тебе! Давыдаршок Мрамовный! Ну а лыб! Ну а что я? Вы же знаете что у меня только ведро с песком как у кошки! Я и согласилась! Ну вот! Что он? Он искусственный оказался! Ой ну ладно! Что мы всё о работе? Да о работе! Давайте чуть-чуть по кругу играем! Города знаете? Вот ты какие знаешь? Детский Зад! Да! Причём здесь Детский Зад? А я там стояла! Да! А ты? Партира номер семнадцатая! Да! А где там сидела? Детский! Да у меня дети вешали! Бабушки стреляли! У меня ещё осталось! Вот! Эх девчонки! Давайте хлопнем по последней! Да! Чипа! Ха-ха! Милые вранятся только! Тешутся! Ну да ладно! У нас и впереди ещё столько много жрать! Батвеница! Батвеница! Восьмое марта! Девятое марта! А Новый год! Представляете, как нас наши мужики целый год ждать будут! Ну! За праздник! Ответка! Да! А знаешь! Да! Придумаем! Праздник в год летит стрелою! А вылёстывай! В пули! В этом что-то есть! Ну нету слов! Ну чё, праздник! Ну чё, праздник! Ну чё, праздник! Как прекрасно! Спеть на сцене! Из беды! Из беды! Не на измене! А ещё! Когда поёшь! Без музыки! Праздник! 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 А для них проходят! Лучше идти, конечно, впереди! Все пора к нам встречаю! И, надежда, розы дарит Всем своим подругам, что смогли найти! Когорем пройду, пройдусь чековым А кто со мною поделился плаком чековым Я нарисую вперёд и чёркну там три нуля И вот она, инновация рубля О, не годи, кто сушей коровит, как прейдер-брёдер-бродит Кто срайдовит, залива, славы и песня И вам плавать вина, кто сомагу стоял А я вчера видела, что два наших чековских гимназиста пригласили девушку вместе почитать Шоппингавр Ну, правильно, ну, девушка, а другому шо, другому Шоппингавр А ещё пальмы, доченьки и пальмы Знаете, с кем я сфотографировалась? С кем? Баблина Так, Наташа, мы могли тебя посуду мыть правильно Обидно 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 За баблинов Нет, за нас обидно Все девушки Где? Вот они, девушки Вы мне лучше скажите, почему 20-30 февраля являетесь международным днём мужчин А где вы видели днём мужчин? Здравствуйте, вам гимназию поэты не нужны? А вы что, поэты? Нет, зато я растыми хорошо держусь Так чего? Бенгей Михалков, брат Я уколов не боюсь Если надо, уколюсь Ну, подумаешь, укол, укололся Ты пошёл Смотрите, смотрите, звезда упала Ребята, ну не знаете, почему всё ошибалось? Борогаммы ли вы? Это здесь ни при чём Классно в шоу-бизнесе Это правда Да, я вот слышал, Николай Фоменко Начал раскручивать новых звёзд Да и раскрутил Раскрутил На бутылочку шампанского и шоколад Да ну их этих звёзд Давайте увидим что-нибудь наших вдвоём Морозные Морозные Когда мы с дедушкой востангов Сидели за стаканчиком и из мараули Мы долго думали и пережили Что если Галант идёт к Магомету Значит, тут не рохнет Ура! 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 Классно в шоу-бизнесе ПЕСНЯ Вы прослушали песню кавалеристов, идущих из Бани. Баня, древнейшая народная забава. Но ведь есть же забавы гораздо интереснее. На 3-мет путешествие по ковре. Вета до 80 дней. А почему именно за мной? Ну 40 дней сюда, 40 дней обратно. А моя бабушка говорила, что после 40 дней обратно уже не возвращаются. Нет, я в такие игры не играю. Мне нравится, что спортивное... Хорошо, играем как обычно. Спортивное ориентирование. Только свою ориендацию не менять. Наша дружба не опасна и трудна. Нет, это же не прилично. Тогда нам нужны девушки. Девушки, значит так. Ты отвлекаешь детей. Ты занадеваешь Алису. Понял. И как ты будешь это делать? Я с твою песню, проведу кое-женской имени. Сейчас проверим. Марина. Я люблю тебя, Марина, все зеленей день ото дня. Наташа. Натали. У Талина и печальны Натали. Белла. Белла, нежный уход, чистота и комфорт. Вот ты, я вижу, в музыке разбираешься. А как насчет Spice Girls? Да, я очень люблю Spice. Особенно в Girls. А что, ну, ты болел? Правильно. Ведь девушки-то предпочитают мужчин, у которых волосатые руки. Ноги. Русь. Но почему? Потому что красота. Это прежде всего красивые волосы. Оп! А я знаю песню, от которой волосы. Если не растут, то хотя бы встаю к пиву. Давайте рассказывать страшные истории. Даня Буланова. Да нет, Даня Буланова сделает новая серия фильма «Кошмары на улице дня». А кого она там играет? Она не играет, она поет. От этого люди теряют сознание, и им начинают мерещаться всякие голоса. Указай мелодию. Истевается кухоневой Герасим над бариней. Му-му-му-му-му-му. Подоби меня, в ночи приду. Прикалывается бариня над кухоневым Герасим. Гварь, надо мной тоже... Надо мной тоже постоянно кто-то прикалывается. Что случилось? Да ничего. Пришли ко мне недавно два сантехника. Забрали мою новую банну. Поставили свою. Старую. Грязную. Ржавую. И ушли. И что, ничего не сказали? Да нет, сказали. Попробуйте новый кодек. А сейчас он здесь все представляет. Они остались в лесу одни. Глаза напротив умоляли его. На другой родине пометало их. Итак, на 3-й субботу на ОРД Иван Сусарин в комедии заводила. О, чувствуется что-то свое русское. Есть еще популярная русская забава «Пластный туалет» в ролях М, Ж, «Очередь». Мне, пожалуйста, «Очередь». Пожалуйста. А мне, пожалуйста, студенческий. Пожалуйста. Губа. Удостоверение. Пожалуйста. А бумагу. Так у тебя же удостоверение. Нет, вы как родители, а мне не дай играть. Я пойду искать ребенку. Ищи, но лет 50 ты поймешь, что не зря люди говорят. Чем меньше женщину мы любим, тем меньше времени мы сбим. А я сон видел. И снится мне вот такой с кобылой разговаривать. И говорит она ему, «Дорогой, скоро у меня день рождения. Что ты мне подаришь?» А он не. На память. Гонишь. 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 Выйду ночью в поле сгонем. В поле сгонем. Вместе мы по полю пойдем. Он кобытами, я ботинками. Он канавами, а я тропинками. Сяду я верхом на коня, а потом мы с ним поменяем. Поменяемся мы же с ним, друзья. Сядет конь потом верхом на меня. Не видать нигде пасука. Пасука. Выпить бы сейчас молока. Ох, так живься я. Да, хоть с волком бой. Надо было брать корову с тобой. Ветер в горе мне благодать. Ветер так шепхаю коню, ветер хари нам, нам все не плачем, Ветер так шепхаю коню, ветер хари нам, нам все не плачем, Ветер так шепхаю коню, ветер хари нам, нам все не плачем, Ветер так шепхаю коню, ветер хари нам, нам все не плачем, И вообще мне не о чем с тобой разговаривать, По чего? Ну ты хотя бы ваймный пример читал, а я не читал, и не о чем мне с тобой разговаривать, На девятом году гостиница «Жемчужина» не выдержала, и внезапно рухнула, Никто существенно не пострадал, швейцар гостиницы оделся легким сфуком, Получив всего три раза бетонные сваи по голове, рассказывает пострадавший, Сигнал поскопил в 3 часа ночи. В 3.40 я женам для себя проснулся, в 5 часов я закрыла, я всегда закуливаю вторую шестую гостиницу. Было уже довольно поздно, рассказывает один сынишка. Мы с Петкой и соседским котом, как обычно, успели поиграть в мультейцев, санитаров и гестаболцев. Как вдруг услыхали крик, кричали со второго этажа, рассказывает капитан дальнего плавания. Возвращайся, как-то домой, а жены нет. Ну, думаю, повезти, Люся! Ага, повеселюсь, повеселюсь. Рассказывает водитель 40-го автобуса. Как обычно в это время я ехал по маршруту 40-го автобуса или по маршруту 16-го троллейбуса. Но что-то мне подсказывало, что я еду по маршруту 2-ки. Рассказывает водитель 2-ки, как обычно я ехал по маршруту 2-ки, но что-то не ладилось. У меня с Толиком не ладится с вчерашнего вечера. Рассказывает девчонка. Сейчас два раза сладилось, а потом не заладится. Рассказывает Толик. Как обычно, вчера у Юрчика было день рождения. Были я, Юрчик, Витка и Стасик. Но что-то мне подсказывало, что день рождения был у нее у Стасика. Рассказывает Юрчик, Витка и Стасик. Вчера возле гостинеца Жемчужина состоялся митинг «Дети против курения». После митинга выдавалась бесплатная выливка. А я бы за такие шутки. На месте полиции нравов брал бы штрафы. Так у нас нет полиции нравов. Ну нет, нравов нет и полиции. А почему тогда есть экономическая полиция? Рассказывает ведущая эротического канала. Говорит, Андреевич, вы все смотрели «Черный путь». Рассказывает пострадавший швейцар. В этот вечер я, как обычно, смотрел «Черное порно». Рассказывает один цинишка. А в перерывах между играми вы с Петькой с сисецким котом, как обычно, смотрели «Черное порно». Рассказывает одна девчонка. А потом я, Юрчик, Толик и Честик смотрели «Черное порно». Рассказывает «Черное порно». Да, в эту ночь меня смотрели все. А в эту ночь я единственный, кто не смотрел «Черное порно». «Черное порно». Смотрел, смотрел. Смотрел, смотрел, смотрел. Ну, краем глаза видел эту. Так что это, смотрел? Я песню сочинял про работников Государственной Думы. В понедельник я не работаю, во вторник я не работаю, В среду я не работаю, в червенке я не работаю, В пятицу я не работаю, в субботу я не работаю, В воскресенье я не работаю. Можно подпевать, текст меняться не будет. Я не работаю, 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 я не работаю. А сейчас, ну, меня чуть-чуть. Вы не подумайте, я не любите меня отпуск. Рассказывает «Черное порно». Рассказывает «Черное порно». Команда говорят «Понесли мы позавчера Маркину сценарий на корректуре». Ну и что? Ну что, стоим, играем. А он? А он сидит смотрит. «Понесли мы позавчера Маркину сценарий на корректуре». Ребята, что это такое? Это не КВН-стынная, это стыр какой-то. Прошло пять минут. Ребята, вот эти две шутки я могу оставить. Прошло десять минут. Ребята, это самый лучший сценарий, который читал. Кстати, обходы мои. А как вы думаете, что это правда? Рассказывает Николай Дроздов. «Именно в этот период у Лосии начался и был брачный период. Поэтому в Лесии стало не безопасно. Рассказывает Лосии. Рассказывает Лосии. Ага, детки у нас такие. Они все у нас в красных станах. Мы в Лесии-то заботимся о природе. Они обладевают». Рассказывают детки. Ага, Лосии, они у нас тупые. Рассказывают пластики. Эхи детки в красных станах. Наши соседи. Рассказывают детали. Как выяснилось, гостиница «Жемчужина» на тура весьма оранима. После вспышки у него обнаружилось три перелома и два распежения тазобедренного сустава в равную сторону. А сейчас рассказывают известные детки. Ага, Лосии. Сейчас вы живете, который был на первый месяц по раскрывании в 1921 году. А я, а я идут, шагаю по Москве. А я, а я идут, шагаю по Москве. А я, а я идут, шагаю по Москве. КОНЕЦ 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 Ну так мы из бригады костов. А не бригада РТ. Ребята, у нас фестиваль КВН. КВН? Так, я думаю, нашим девчонок там померится. Так они ушли в женскую команду. Так пойдем отобьем. А пленных брать будем? Пленных не брать. Братья, ну, ребята, симпатичные. Ну вот и я. Чего они ушли? Мы что, хуже этих КВ-щиков? Да и вообще щирность, КВ-щиков, отличается от нормального человека. То есть что, нормальный человек зимой в Сочи не поедет? Почему это интересно не поедет? КВН в Сочи. Сочи в России. В России хорошо. И чего это у вас есть такого хорошего, чего у нас в Беларуси нет? Да у нас на РТР есть программа специально для мужчин. А там я, как это звали. А у вас? А у нас на телевидении. Есть программа специально для женщин. Что я нормально, мама? Да у вас зарплата, бац. А у нас? А у вас не платят, но, бац. Да у нас в России, да, но, бац. А у нас, бац, бац, бац. Бац. Доставьте вы эти политические, конечно, другие признаете. Наги. Их, любви народ в России, любви играть в правительство, крестики. Ноги. Так вот, последнюю лиду выиграл правительство. Тюбайк поставил крестики на все ваши гнолики. Ребята, а я вас одного не понимаю. Аляска. Прекрасная страна. Земля там настоящее золото. Зачем отдать? Россия, щебрая душа. Ну вот правильно, аляски, амбериканка. Россию, россиян, белорусам, белорусам. Израиль, выиграть. А ябровку, ядверь. О, доброе утро. Стой. Сейчас вечер. Издавут меня, Макс. А что завидуете, Макс? А, дурацкая одевалка. Хорошо, как зубная паста Макрис меня никогда не подводит. Тем более, пользуется моя бабушка. О, привет, пап. Светуха, это единственное, что с ее осталось. Чтобы видеть, может мне слезать. А я все равно считаю, что наши звезды лучше так. Что? И лучше, чем инвесенджер? О ком вы говорите? Вы что, не знаете, чем она занимается в полном лете? Не может быть. Вот именно, контрабанда колгота. И как это не сдается? А очень просто. Вперед. Одевает на сочинственной палочке в самых колготах. И шурует нагло через мексиканские украшения. Может быть, именно поэтому вчера здесь же была страшная паника. И индекс доу Джонса упал. На 15 пунктов. Даже как так видно до этого Джонса. Не понимаю, чего паниковать. Эка не этот Джонс упал. Вот у меня был случай. Звозвращаясь к артенгану из командировки, неожиданно сразу вспомнил. А там любовник. А жены нет. Что ты, я думаю, что за брошенная женщина жреба своим окном отдыхала? Вот как люди отдыхают. А я за то женился не дал. Да? Ну и как ее зовут? Дуня. Как? Дуня. Как? Передаю по буквам. Дмитрий. Ульяна. Роман. Александр. Вот. Именно поэтому 70% бракоразбудных процесс возбуждается женщинами. А значит, ты милочка. До 70% женщин Возбуждаются мужчины. Ну и папа-то тебе удаёт. Да, очень просто. Каждое утро моя жена заставляет делать делать. Заряд! Субтитры создавал DimaTorzok Возбуждаются мужчины. Я с тобой. Возбуждаются мужчины. Я с тобой. Возбуждаются мужчины. Возбуждаются мужчины. Все же это города. Так что вы мужчины на пуле? Опе-то лампе. Да знаем. Знаем мы эту рекламу. Резервативы, злопы. Товары наши. Сюрпризы ваше. А как ты товары за тобой? Ребята! Да не ругайтесь вы, как балызи. Хочите пирог. Нет. Так, нет, от него поразуются страшные камеры. И мы можем начать бездушку прямо сейчас. Ну и какие-то контрольки без пирожных. Вот от пирожного отказались, а дети в Африке голодают. Да не волнуйтесь вы, демейер-министр. Африки уже слизно-то слизно-то здесь не заберем. А что же все поставки по наносу пройти, будут проблемы. Африка, вы же уникальность в Африке. Вы забавные животные. А вот ты мне золото скажешь, почему у нас дорога рот вырос на нас тут? Эй, это бабные носороги? Да. Ну, Африк, почему, кстати, звери? Просто звери не зверны, они все равно с их темней. Ну что вы, Сулья, вы, крокодилов, наши звери, намного добрее и симпатичнее. Это, наверное, звери, почему они не будут? Если дойдет, то тебе большой друзья. Конечно. Да, иначе, и порядок. А у меня кассионок родился. Говорят, потому что меня. Старакли у него мужской. Барит, иди ехать, иди кей. Понимаешь, раньше надо было сразу, что кейсикет. Ты понимаешь, где ты кейсикал. Ты понимаешь, ты кейсикал. Здраво так. И благодаря именно этой вещи, под сменой бьют все рекорды. Какие рекорды? В этом время вновь велика, в первый формал в полинфийстве к Симе Магана и победа к импоим веников стал везде в последние килограммы. А я вчера, мужчина, не будет никогда, и на Симе летят и пристегни. Недавно один паркнёрст так распутил паркнёр в тройном полоте, то он был захвата имплотить. 5-0! 5-5! 6-0! Просто здесь раз! Это не серьезно! Вообще! Вот настоящий Кимис Бок! Команда 50-45 имеет наибольший шанс победить. Почему? А у них не старая, проверенная традиция. Перед стартом на новом месте обязательно допустите в прошлом пожилку. А какие шансы имеет белорусская команда? Трудно сказать, тем более, что сборная по биатлону отказалась участвовать в первых соперниках. Ну как же так? Да ещё на прошлых ориентистских играх они дошли до финиша и замёрзли. Щеды постой, меня вы оказались. Мальчишки, я тоже телевизор про футбол смотрел. Как там нападающий в ходе штрафу и площадку бьёт поворотом, нападает Черчеву Попарину. И только на повторе становится видно, почему проиграла сборная Россия. Маленький. Класс, футбол. Ни. Уважаем. Стреление. Ведёт запуск космического корабля. На станции Миц. Десять секунд. Полёт нормальный. Двадцать секунд. Полёт нормальный. Тридцать три секунды. Все, я хочу кофе. А вот кофе меньше пить надо и дома сидеть. Лучше бы на улицу вышли. Я от чего пойду? Чего это я пойду? Утан-минисер, когда-то работает в магазина «Дублевка» на «Стар Алексеев». Чего это? Ну чего это, говорят, что очень дешевле? А я все равно считаю, что деньги не плавают. Легко говорить, когда у нас гениальный фонд. Почему гениальный? Потому что у меня было деньги и фонд. Да, я очень плаваю. Набирает полная грудь воздуха и... Помогите, кто чем может! А мне тоже помощь нужна. Не постоянно снится один дот шестой. Ко мне приходит какая-то женщина с бидоном молока. Это прям варенья такая. Нет проблем. Тима в суткин. Три дня и молочница как не бывало. Ну, тем более, что мистерам предупреждал. Курень опасно для вашего здоровья. Кстати, ребят, а вы знаете, какие дабы платить сигареты в мире? Беломорс. Почему? Да, может, это покажется. Вот видите, они даже не сигареты. Вообще, за здоровьем регулярно следить нужно. Всего лет в Сочи. В Сочи это жизнедеятельность ракета, жизнедеятельность ракета. Жизница и кульница КВН. В Сочи это жизнедеятельность ракета. В Сочи это жизнедеятельность ракета. В Сочи это жизнедеятельность ракета. Сочи это жизнедеятельность ракета. Сечения. АПЛОДИСМЕНТЫ